вторая глава в этой главе дорогие друзья я вам представлю пошаговый план распаковки потенциала которым вы можете воспользоваться и таким же образом работать и распаковать свои собственные сверхспособности первый пункт с чего следует начинать это естественно теория и основы безопасность то есть необходимо обучение и желательно если вы сделаете это у специалиста который сам уже имеет в этом хороший опыт то есть обучение здесь немаловажно мы с вами тоже проговорили поэтому первым пунктом вам нужно именно закрепить теоретическую часть и очень четко знать правила безопасности потому что как в любой деятельности это один из необходимых элементов второй пункт это наработка базовых навыков магической практики то есть здесь идет всецело работа с сознанием и наработка определенных кирпичиков то есть определенной платформы от которой вы будете отталкиваться и уже строить ваши собственно навыки сверхспособности каждом деле абсолютно в каждом деле в каждой сфере в каждом аспекте есть вот эта вот платформа и не так называем азы база и вам ее обязательно нужно иметь и я всегда об этом говорю на основном курсе мы этого вопроса касаемся мы отрабатываем каждый из этих навыков потому что если эти навыки не получаются то соответственно практики у вас просто не пойдут то есть человек будет просто находиться в собственных фантазиях собственных иллюзиях и у него не будет работать даже если мы дать супер все эти техники если не отработаны навыки они не получатся он просто пофантазирует в медитациях и эффекта как такового не получится базу нужно обязательно отбить и это должно составить ту основу тот каркас на который будут наслаиваться все ваши уже сверхспособности да и этот потенциал потихоньку начнет распаковываться третий пункт это очищение тонких планов и увеличение энергопроводимости это обязательный пункт и здесь обязательно разбивка на следующей составляющей очищение энергетики эфирного плана очищение психики астрального плана и очищение нашего ума то есть ментального плана это тоже очень важный фактор потому что как мы уже с вами проговорили чтобы труба наша вмещала большое количество энергии от которой и зависит уровень наших способностей уровень нашей личной силы мы обязательно должны ее расчистить и здесь именно нужно работать на трех планах то есть мы чистим эфир нашу энергетику мы чистим психику уровень чувств эмоций состояние потому что если там будет полный бардак вы постоянно будете сами себя блокировать здесь обязательно тоже все это нужно расчищает и увеличивать нашу энергопроводимость и обязательно ментал потому что все вирусы сознания все вот эти предубеждения ложные какие-то установки они все сидят на ментале работа с менталом тоже необходимо и это тоже немаловажный фактор вот как раз таки люди которые идут без очищения начинают сразу магию в эзотерику погружаться а потом всем рассказывать что это безумно опасно что это очень страшно они изначально вот эти все основы безопасности не учли они как говорится прыгнули в открытый океан но кто-то выплыл большая часть потонула и соответственно потому в том плане что почему-то решил что-то очень опасно что туда нельзя лезть опасно для как говорится темных умов это все для тех кто в этом не разбирается на самом деле в жизни опасно абсолютно все я все время привожу пример с электричеством это же опасная штука ну вот электричество это может убить но тем не менее мы же научились пользоваться мы же знаем основу безопасности что два пальца в розетку не сувать гвозди там металлические предметы не сувать мы это знаем приучим наших детей и никто не гибнет это достаточно редкий случай чтобы человек от удара током мог погибнуть да если он намеренно туда не лезет и мы все это как отчий наш заучим самого раннего детства это перестает нас пугать это кажется нашей обыденности вот тоже самое с тонким планом то есть если соблюдать все техники безопасности если знать как это работает если делать это все экологично планомерно это абсолютно безопасно более того это улучшает нашу жизнь так же крик электричество да вы не представляете наверное свою жизнь без электричества вот как бы мы с вами сейчас смотрели это видео то же самое с тонким планом я сейчас на сегодняшний день не представляю себе жизнь без тонких планов я не знаю как бы я жила это тоже самое как рыв науки и нашего человеческого прогресса когда мы открыли электричество то же самое с вами произойдет когда вы откроете себе тонкий план и поймете что на этом построен абсолютно все и вы без этого больше не можете потому что там огромный инструментарий для улучшения вашей жизни и для распаковки вообще всего-всего то есть даже любой абсолютно физический аспект можно решить с помощью тонких планов вот как бы парадоксально это не звучало так что друзья вот вам пошаговый план и четвертым естественным пунктом является практика 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 еще раз практика да вот вы учили теорию вы отработали базовые навыки вы полностью почистились дай продолжать ну полностью нельзя там очистить ну все теперь и очистился полос нет этого не в это будет чистка до конца ваших дней потому что вы все более глубже глубже вы уже будете проникать и видеть еще какие-то моменты то есть у меня эта чистка она продолжается постоянно да уже как бы меньше статус раньше что сильно много было концентрация этих блоков была большая сейчас уже меньше но они такие уже прям более глубинные то есть приходится прям доставать и ковырять такие вещи очень интенсивно но тем не менее как бы да этот процесс он такой длительный но на всю жизнь но там уже более менее интенсивно со временем это будет менее интенсивно чем в начале и соответственно когда вы все это сделаете и начинаете практиковать то есть что делать нарабатывать опыт нарабатывать опыт и получать все больше новых знаний исследовать это все постигать навыки те или иные и соответственно без практики ну сами понимаете у нас ничего не происходит без практики и я всегда привожу тоже такой пример это 10000 часов есть такое научное исследование выявили количество времени для того чтобы стать мастером в абсолютно любой области это 10000 часов это усредненная цифра мы понимаем прекрасно кому-то чуть меньше кому-то чуть больше но это приблизительно то количество времени которое нужно потратить на какую-то деятельность чтобы стать в ней специалистом профессионал ну или как-то более-менее в этом разбираться и представлять из себя какого-то опытного человека соответственно в любом деле сделает из вас действительно опытного пользователя и человек который в этом может достичь каких-то успехов поэтому обязательно об этом помним а теперь друзья переходим к следующей главе и в ней я вам расскажу о том чем мы будем заниматься на основном курсе развития сверхспособности переходим